На фоне взаимных претензий Армении и Азербайджана сегодня начали поступать отклики из соседних с ними Ирана и Турции. Обе страны предлагают свою помощь в налаживании диалога и готовы быть посредниками. Но в одних и тех же заявлениях своих соседей в Баку и в Ереване слышат разное. О том, как освещают и видят конфликт в Азербайджане, репортаж нашего корреспондента Олега Шишкина. Эффектные кадры, выигрышные ракурсы, динамичный монтаж. Армейские подразделения Азербайджана на марше на параде на учениях. Этот ролик появился в эфире государственного телевидения с началом боевых действий в Нагорном Карабахе. И он предваряет почти каждый выпуск новостей. По количеству показов с ним может соперничать лишь еще одна межпрограммная заставка. Она почти полностью нарисована на компьютере. Кадры разрушенных зданий в Нагорном Карабахе перемежаются с планами процветающего Баку. И вот кульминация всей мощью. Азербайджанская армия обрушивается на противника. Враг побежден. В качестве итога авторы взяли цитату из речи президента Ильхама Алиева. Дополнительные титры на английском языке. Название города Степанакерц звучит так, как принято в Азербайджане. Наш флаг будет развиваться над Карабахом, в Ханкинде и Шуше. Выпуски новостей начинаются со судок боевых действий из Нагорного Карабаха. Ведущий цитирует официальные сообщения Министерства обороны Азербайджана. О том, что армейские подразделения отбили у противника стратегические высоты. В районе населенных пунктов Талыш и Сейсулан. И сохраняют над ними контроль. В Ереване эту информацию опровергают, как, впрочем, и новые данные об успехах азербайджанской армии. Но в Баку это новость номер один. Сегодня наша армия нанесла удар по штабу вооруженных сил противника. Уничтожены несколько армянских военнослужащих в звании полковника. Несколько информационных сюжетов о том, как с почестями хоронят погибших в боях солдат. В каждом селе похороны превращаются в настоящие митинги. Мы этого просто так не оставим. Враг ответит за гибель наших солдат. От зоны боев до столицы Азербайджана Баку около 300 километров. Если что и напоминает здесь о войне, так это кричащие заголовки газет. Новости из Карабаха ожидаемы на первых полосах азербайджанских газет. Причем подача материала очень разная. Вот, например, одни газеты ограничиваются просто констатацией факта. Заголовок гласит «В Карабахе тяжелые бои». Другие уже пытаются делать выводы. Вот здесь написано «Карабах открывает новую страницу своей истории». Общественное мнение на стороне армии. Но немало и те, кто выступает за мирное решение конфликта. Сожалею то, что погибли и с той стороны, и с нашей стороны. Вчера у меня вообще со слезами. Как говорится, не знаю. Я уже ничего не могу сказать. Я тоже мать. Переживаете? Сильно, 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 конечно, за наши сновья. Из зоны конфликта по-прежнему приходят противоречивые, часто взаимоисключающие сообщения. Пожалуй, единственное, что не оспаривается ни одной из сторон, так это то, что на линии соприкосновения сохраняется тревожная обстановка. Олег Шишкин, Дмитрий Киановский, Светлана Ведяшкина, Первый канал, Азербайджан.